Микс Ньюс Добрый день еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас два интересных эксперта, два интересных гостя. Представитель партии Альтернатива. Валерий Петров, Виталий Дубов. Добрый день. Добрый день. Много чего интересного происходит сейчас в городе, в нашей родной Риге. И действительно, такие вещи тревожные. Но вот мы видим, что уже четвертый случай за последнее время, когда машина проваливается в дорогу. Но это такая сюрреалистическая картина. Сначала кто-то не мог поверить, как это вообще возможно в Риге. Вдруг. Притом это не зимой, сугробы, еще что-то. Просто ехала машина и не доехала. Разные называются ответственных. Там, не знаю, Рига Силтон кто-то говорит. Кто-то говорит, просто размыло дорогу. Не знаю, несчастный случай, еще чего-то. Но за этим, наверное, можно увидеть какую-то тенденцию. Посмотреть вообще на качество наших дорог. Понятно, что это всех волнует, всех заботит. Не только в период выборов. Валерий, вот как вы все это оцениваете? Негативно. Очень негативно оцениваю. И это проблема, которая не появилась вчера. Это проблема, наверное, из-за неправильного выбора курса политики последних лет. В плане обслуживания дорог, их ремонта. Если мы посмотрим... То есть, в какой-то степени это и политический вопрос. Что бы там ни говорили, что это хозяйство. Что бы там ни говорили, конечно. А выбор приоритета, это все-таки даст. Конечно, конечно. То есть, но искали темы, на которых пиарятся. А главные вопросы забыли. Казалось, что дороги сделаны. Будем так крепко, что еще простоят. А потом мы за них возьмемся. Если мы посмотрим на другие города, если выехать за пределы Риги, то, в принципе, какая картина? Раньше мы говорили, что в Эстонии дороги хорошие, в Литве дороги хорошие, а в Латвии нет. А теперь за Ригу выезжаешь, и дороги становятся хорошими. Не во всех, конечно, направления где-то, но в большинстве случаев... Только не в столице. Только не в столице. Столица просела по многим вопросам. Те города, которые еще лет 15 назад внешне выглядели удручающе и отставали, теперь они обогнали Ригу. И рижане зачастую задают уже вопрос, а зачем мне жить в Риге? Кто-то уезжает в Саласпилс. Это почти микрорайон Риги, можно сказать. Но в Саласпилсе прекрасно отремонтированы дороги, площадки во дворах сделаны. Зеленая зона приведена в порядок. Марупе, Бабиты. Да даже дальше, если уедем и в Валмеру, и в Цесис, там все гораздо будет более аккуратно. В плане дороги используется, соответственно. Да, они там домов больше утепляют, чем у нас в Риге каким-то образом. Все-таки получается. Похоже, ситуация и со спортивными организациями. Зачастую те районы, которые находятся около Риги, они очень хорошо финансируются. Допустим, в Марупе шесть видов спорта они финансируют. Совершенно бесплатно дети занимаются спортом. Да, вот вообще, если посмотреть на эту проблему шире, поскольку вы сейчас и раньше будете депутатами, но сейчас, наверное, тоже контактируете с жителями микрорайонов, вот как, чаще всего, с чем люди вообще обращаются, что их беспокоит? Потому что вот когда мы ведем какую-то передачу о городе, ну, звонят жители Болдарая и говорят, ну, вы Болдарая совсем забыли. Ну, к примеру, так это или не так, это может быть другая тема. Кто-то, наверное, из родной, по-моему, Москальщики или из Кенгаракса скажет, ну, вы там Кенгаракса совсем забыли. Вот с чем чаще всего люди обращаются, что вас волнует, может быть, что-то вы уже в предыборную программу альтернативы вписали. Вы знаете, тут все зависит, наверное, от времен года даже. Когда зима, тогда у людей у многих возникают проблемы с отоплением. Когда, ну, например, сейчас одна из самых актуальных проблем – это чайки. 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 На самом деле, зайти в любую группу в Фейсбуке, зайти, посчитать комментарии в интернете, в какой-либо статье. Люди, ну, даже когда на политические статьи люди пишут, «Спасите нас от чаек, мы за вас проголосуем». Ну, так оно есть. Я на этой почве, честно… Кому-то повезло, кто-то не слышит вот этот дикий вой. А кому-то не повезло, потому что они, на самом деле, вопят как сирена. Да. Очень громко. Почему? Жители, а потому что сейчас у них период, когда появились птенцы. Так. Птенцы уже ходят там где-нибудь снизу, и они охраняют эту территорию. То есть, они кричат, отгоняют там котов, других людей. То есть, птицы в этот момент становятся довольно агрессивными, когда они охраняют своё потомство. А от этого жутко страдают. Жители, они не могут выспаться. Потому что если окно открыто, сейчас жарко, люди открывают окно. Да, жарко. У нас жители, ну, все не могут себе позволить кондиционеры и трёхслойные стеклопакеты. То есть, приходится, ну, по сориночке открыть окно и насладиться сиреной. Они погромче, на самом деле… А так это всю ночь может продолжаться, да? Ну, они где-то утром это обычно начинают всё-таки. Ночью они там спят. Да. Ну, часов в 5-6 утра начинают. Ну, сейчас очень рано светает, да? Даже пораньше, может быть, уже и в 4, и в 3 они могут начинать как чуть-чуть посветлее стало. Раньше в деревне говорили, что петухи будут, теперь чайки. Теперь чайки. Чайки не просто будут, они сводят жителей с ума. Да. И это на самом деле проблема. Проблема, которая не возникла просто на ровном месте, а возникала систематически. Проблема с вывозом мусора. Ну, то есть, мы можем рассказывать, что надо поставить там ультразвуковые пищалки, там ещё что-то. Нет. Есть что поесть, значит, святое место пусто не бывает. Там будут чайки. Только либо крысы, либо крылатые крысы. То есть, два варианта. С крысами, может быть, как-то... Они, может быть, не так шумят, просто делают своё дело. Но ещё к крысам уже сложилось такое чёткое понимание, что крыс можно травить. Ну, пришли в подвал, посыпали яды, ещё что-то. А чайки, ну, как-то они выглядят более благородно. Они белые, пушистые, летают. И ворошить их гнёзда или их отстреливать. Варварство. Конечно, варварство. И ни в коем случае не поддерживаем такой метод. Но ситуацию можно решить только комплексно. То есть, если навести порядок с вывозом бытовых отходов, то проблема через какое-то время исчезнет сама собой. То есть, они посмотрят и подумают, всё-таки в море еды больше полетели туда. Ну, значит, мы говорим о том, что опять возникли всё-таки проблемы с вывозом мусора. Огромные проблемы. Потому что нам казалось, по крайней мере, нас убедили, что проблемы нет. Ну, как, могут рассказывать всё, что угодно. Но достаточно выглянуть в окно, посмотреть, что происходит. Контейнеры стоят заполненные. И без занято, это районы Балдырая, Югла, Кингаракс. У всех одна проблема. Проблема с вывозом мусора. Чайки тут же там собираются. Да, да. Да, именно так. Чайки, ну, как, а что, это их среда обитания. Довольно легко там добыть себя. В море надо взлетать, что-то выискивать, нырять, бороться за эту еду. А тут пришёл, в голову мусор. А тут всё на месте, да? Пообедал, поужинал, птенцов накормил там же. То есть, никаких проблем. Ну, и многие люди, чайки уже не такие дикие. То есть, они уже спокойно прилетают на подоконник, к окнам, уже красиво заходят по подоконнику в квартиру, уже там кушают с рук. То есть, адаптируются. То есть, они уже не только... Тут также такой момент, что... Почти домашние птицы. Почти домашние птицы, да. Но очень громкие. Ну, то есть, в принципе, вы считаете, что выход достаточно простой, всё-таки надо эти отходы вовремя вывозить, не накапливать их. Я бы не сказал, что этот выход простой. Это кажется очень просто – навести порядок свывоза мусора. Если взять и всё по-хозяйски посмотреть, то вроде бы просто. Но проблема в том, что у нас мусорных компаний раз-два и обчёлся. У них есть своё мощное лобби. Существует, если мы говорим об этом конкурсе, то там три компании. Ну, две больше. Три компании, три компании, да. Конкурс написан так, что никто, компании даже из других маленьких городов не могут участвовать в этом конкурсе, потому что... А право-то не те, да? Дело даже не в оборотах, а есть Латвия, Смэрога, Пилсетас. А их там всего пять. И то есть написано так, с маленького городка, либо какого-то бизнесмена. Отдыхать. Не надо. Да. С Литвы, со Швеции. Ведь были заинтересованы со Швеции, компании здесь приехать, вложить деньги, не пускают. Они пускают не потому, что у нас свободный рынок, наоборот, потому что он крайне коррумпирован, это очень выгодный бизнес, он всегда был связан с криминальным миром. Виталий, вот вам все-таки близок спорта, и в том числе, не знаю, массовое занятие спортом. Что здесь вообще город может сделать, может уже сделать и вообще должен делать вообще для развития спорта? Для развития спорта всегда необходимо финансирование, то есть это основная проблема, она всегда была острой. Допустим, на 2020 год бюджет города был запланирован порядка миллиона 700 тысяч евро для развития спорта. недавно прошла информация, что государство выделяет более 5 миллионов для ликвидации последствий COVID-19, который сказался тоже на том, что многие спортсмены сейчас не удел, многие организации просто не имеют возможности нормально функционировать. Но это одна основная проблема, нехватка средств. Ну и скажу, наверное, добавлю так, что вот есть у нас олимпийские виды спорта, где количество участников никак не играет на поднятие социального микроклимата в городе. Есть вот у нас много организаций, которые не входят в регистр федераций. Вот это основная прослойка, которая как раз и поднимает социальный микроклимат в городе, потому что они непосредственно заинтересованы на то, чтобы привлекать как можно большее количество участников, спортсмен в своей организации за счет вот этих членских взносов, они и выживают. И, допустим, такая организация, как Федерация Панкратиона, каждый третий мальчишка, наверное, в городе занимался этим видом спорта, смешанное единоборство, за счет чего они выживают, вот эти организации, я уже говорил, чем больше этих мальчишек придут к ним в зал, тем больше они получат вот этих членских взносов, соответственно, они могут заплатить за аренду помещений, в которых они проводят тренировки. Ну, вот нехватка, опять мы подошли, наверное, к этому моменту, что не хватает помещений для спортивных организаций. У нас есть Олимпийский центр, который заполнен, там очень много спортивных организаций, но всем места не хватает, времени не хватает. И вот основная проблема, наверное, это вот инфраструктура спортивная в городе. То есть, было бы, наверное, правильно, чтобы город один разъял и вложился, и построил какой-нибудь мультифункциональный центр, где было бы все вплоть. По всем регионам, да, по всем предместиям. Можно, может быть, и один, ты знаешь, такой сделать большой, где и там было бы все. Кому нужны бальные танцы, тот занимается, там есть зал. Кому нужна борьба, там зал для борьбы. Где надо боксерские залы, тренера между собой могут это время как бы тренировать, когда ни один зал делал. Здесь, может быть, я не соглашусь. У меня есть опыт работы в Швейцарии. Я там учился на инструктора, армейская профессия у меня милитарная. И там государство очень вкладывало в спортивные комплексы, которые находились на территории школ. То есть, какой плюс? Вот родители приезжают в школу за ребенком. Соответственно, ребенок после занятий идет в секцию, а родители тренируются в фитнес-центре, который находится при школе. Соответственно, они не тратят время на передвижение. То есть, вот очень большая проблема. Мы же знаем, сейчас город стоит, большая проблема передвижения по городу. На бумаге у нас есть же залы в школах, которые, но зачастую люди не могут даже получить их на них аренду, потому что директора залов понимают, что если мы сейчас слишком много будем сдавать, нам убьют покрытие, еще что-то, денег потом на ремонт не дадут, все будет плохо выглядеть, поэтому многим отказывают. Я думаю, с такой проблемой сталкивался. Да, ну вот возможно, что одно из решений – это предоставление каких-то льготных условий для коммерческих организаций, которые бы рядом со школой построили бы вот этот мультифункциональный спортивный центр. Соответственно, мы бы заинтересовали этих частных инвесторов для того, чтобы они вкладывали в эту спортивную инфраструктуру средства. Ну и, соответственно, те родители, которые отдают своих детей в эту школу, у них была бы возможность также заниматься спортом. Допустим, пример – это спортивный центр «Вольво». Ты привозишь туда ребенка, отдаешь его, час, родители сидят где-то в залах, на каких-то скамеечках, в то же время, когда они могли бы пойти и позаниматься спортом. Это точно, потому что сам неоднократно был «Вольво», действительно, пока там дети занимаются, ну, хорошо, что есть такая вот столовка или кафе, там на втором этаже можно еще зайти. А так вот это было бы, в принципе, логично, пускай родители позанимаются. Такой вот действительно семейный отдых и занятие спортом. Да, ну и проблемы в передвижении, представляете, это родителям нужно с работы приехать в школу. Это принцип большого торгового центра, если мы сейчас раньше были маленькие магазинчики, один магазинчик торговал, другой тем, и люди ходили с магазинчиком в магазин, тратили много времени на передвижение, потом появился торговый центр, и вначале все думали, нужен ли этот торговый центр. Оказалось, нужно, люди там весь день проводят. А потом оказалось, что удобно приехать в одно место и получить все услуги. Если также тогда по районам разбить и сделать места, где можно получить все услуги в одном месте, то, наверное, это облегчит жизни родителям и детям, то есть можно все совмещать вместе. Ну и опять-таки, это консолидация семьи идет, вопрос как раз передвижения родителям. Нужно с одной точки города приехать в другую, чтобы ребенка забрать со школы, отвезти его в какой-то, допустим, в Вольво-центр, отвезти его, чтобы он частно позанимался, соответственно, там, ну сколько, опять уже, 2-3 часа на передвижение. Потом он отвозит ребенка домой, и, слава богу, если там есть кому с ребенком остаться, да, и едет в спортивный зал тоже, там, допустим, заниматься сам. А время самое дорогое, что у нас есть. Тем более время с семьей, проведение время с семьей это самое там позитивное, семья, ячейка общества. Да, если мы говорим, мы во второй части тоже продолжим тему, если мы говорим о делах городских, ну, мы знаем, сейчас вложилась такая уникальная ситуация, в какой степени исторической, реческой думы нет, есть временная администрация, все думали, что временная, действительно временная, 2-3 месяца, и все, сейчас из-за ковида, из-за того, что выборы дважды уже переносились, и сейчас, ну, 29 августа, надеемся, все-таки это случится, это значит, что Новая Дума к концу сентября приступит к работе. В общем, временная администрация в Риге задержалась. Да, задержалась, да, надолго. Сейчас уже, наверное, с конца февраля. Вот как вы вот в двух словах оцениваете вот эту работу временной администрации? С одной стороны, у него и чиновники политической ответственности не несут, с другой стороны, многие сходятся к мысли о том, что все-таки и во время чрезвычайной ситуации вот они могли сделать больше. Знаете, оттолкнемся от таких простых вещей, как хотя бы вывоз мусора. Рижскую думу хотели распустить в начале именно… Под этим предлогом. Под этим предлогом, что Рижская дума не справляется. Но сейчас мы видим, что в тот момент не было такой проблемы. То есть мусор вывозился более регулярно. Ну, бывали случаи, что эти контейнеры где-то не вывели что-то, но это по причине того, что не смогла машина проехать еще. Даже машины не проваливались тогда, я помню. Да, да. То есть довольно негативно. Все-таки это связано, может быть, не с количеством, что мало людей пришло руководить, а была прежняя политическая власть. Пришла новая администратор. И понятно, что они уже представляют политическую силу, которая, в принципе, считает, что они будут руководить этим городом. И они потихоньку начинают выкашивать чиновников, неугодных им людей. Эти люди начинают болеть, не приходить на работу. Спасаясь, да. Да, работа останавливается. Я знаю, что многие документы лежат неподписанные, нерассмотрены. Уже все сроки давно прошли. Нет выборов, да. Да. Даже не выборов, они просто не успевают. То есть фактически процессы не идут, решение не принимается, дела не делаются. Да. Но есть другой момент, что все-таки мы здесь видим, что работа полностью не остановилась, не парализовалась, и что количество депутатов, которые сейчас 60 депутатов в Риге, но оно слишком рождутое. Могло быть оно поменьше, и все бы справлялись. И жителям, по большому счету, когда в городе все происходит, и ремонтируются дороги, приводятся дворы в порядок, вообще без разницы, кто там этой думой управляет. Какая политическая сила. По большому счету, да. Это в идеальном мире, конечно, но... Я считаю, что депутаты не нужны. Нужны, но в более маленьком количестве. Я просто маленькие примеры привожу, когда в... Там же строгая иерархия в партиях, из-за чего мы так же, получается, расстались. Ну, сторонники вот этой строгой иерархии, все-таки, говорят, извиняюсь, перебивая, они все время такой аргумент приводят. Ну, понимаете, ну, должны быть там дискуссии, вот 60 депутатов, ну, можно, так сказать, тогда делать полноценную коалицию и полноценную оппозицию. Да нет никакой дискуссии до того, как начинается заседание Думы, на фракции решили, кто как голосует, кто как жмет на кнопки. И дебаты никакого значения не имеют. Да, на фракции проголосовало большинство, все это должен жать, как фракция проголосовала. Нет, нет, ну, руководит, ну, есть руководители фракции. То есть, если в Думе есть пять фракций, в одной фракции больше 30 депутатов, например, зачем этой фракции 30 депутатов, когда все равно решится, за них решат несколько человек и скажут, что им надо делать. А у кого есть собственное мнение, попросят на выход сразу. Да, даже из личного опыта, я же пришел в Думу, пришел как общественный деятель, ну, вот, скажем так, как общественный деятель я намного больше мог сделать, и у меня намного больше были развязаны руки и возможности прийти к тем же депутатам пожаловаться, поэтому я соглашусь с Валерой, то, что этот штат раздут и возможно, что больше нужно вкладывать сил в поддержание общественных организаций, в поддержание общественных деятелей, которые по городу. Ну, видимо, раздут штат не только депутатов, но и самих управленцев тоже, да? Ну, знаете, тут такой, я бы сказал, что во многих сферах специалисты некоторые в Рижской Думе, ну, где-то не хватает, наоборот, их людей, а где-то у них еще и не очень хорошая зарплата, и когда, понятно, некоторые получают, самое высшее звено получает хорошо, но нет нормальной пропорции, то есть начальник может получать очень хорошо, а его подчиненный слишком мало, и хороших специалистов не найти, кто хочет идти работать за такую зарплату, так же, правда? Я хотел немножко к проблемам, может быть, микрорайонов вернуться. Вот обязательно, вот мы сейчас для затравки сделаем такую паузу, напомним радиосуществом телефон прямого эфира 612-12-939, и работает WhatsApp, можете звонить, задавать свои вопросы, прервемся буквально пару минут, Виталий Дубов, Валерий Петров, партия альтернативы, не переключайтесь. Еще раз добрый день, продолжаем, а вот в прямом эфире вот мы остановились в этой первой части по поводу микрорайонов, давайте продолжим. Да, но тут опять несколько моментов. Одно, что про микрорайоны многие забыли, то есть можно вложить там 100 миллионов в строительство эстрады в межопарке, там 30-50 миллионов собраться выделить на реновацию просто променады возле центрального рынка, хотя за эти деньги можно привести в порядок практически все асфальтное покрытие и зеленую зону во всех микрорайонах, и не просто его заменить, а еще и перепроектировать, то есть если заниматься уже приведением в порядок, то не надо по одному двору это делать, есть департамент развития города, берется микрорайон, смотрится, где там частная земля, что-то можно откупить, где государственная, где муниципальная, со всеми согласовываются и рисуются новые тропиночки, новые дорожечки, потому что это все... Может быть это даже важнее, чем акустический концертный замок, боюсь сказать, да. Ну, знаете, культура тоже важна, но все-таки на праздник песни и эстрады межопарки она для всей Латвии, поэтому тут государство могло выделить на это деньги, а Рижская, я думаю, могла эти деньги на благо рижан по микрорайонам распределить. У нас на микрорайонах проблемы с дорогами, соответственно, с вывозом мусора нету, никаких мест даже сделано для сортировки мусора. У многих дворей уже, в принципе, заехать просто невозможно. Сейчас-то зачастую, как в деревне происходит, у меня у самого на москачке во дворе, просто щебенку завезли, засыпали и все. Там, конечно, мы справедливости разами иногда бывает, что частная земля иммуниципалитет не может хватать. Это еще одна проблема, может быть, законодательная. Да, но в основном просто настолько уже все это заброшено, что от щебенка, что эта грязь несется домой, постоянная пыль, зеленая зона вытоптана, опять пыль. И, честно говоря, по щебенке, если машина не жилет совсем уже. Да, да, да. Так что ты тоже об этом говоришь. Все-таки… И, наверное, еще одна проблема… Самое главное сейчас как раз-таки обратить… У нас часть чекуркаунса до сих пор нет, канализация, там сухие туалеты у людей. Ну, то есть Рига Судна уже много-много лет, и говорят, что очень дорого, мы не можем построить насосные станции, которые будут… 21 век, да. Кто-то тут рассказывает, что нам надо сделать супер продвинутый город, поставить датчики, электроники, у нас в Африке в космическое агентство вступают. А здесь сухие туалеты. А здесь сухие туалеты в городе. Но проблема может быть еще в чем? Что неправильно сделана система выборов в самоуправлениях. Если мы возьмем, например, Таллина, то у них введена мажоритарная система выборов. Ну, а домодатники, да? Да, есть округ. Ну, допустим, берем Плявники и Кенгаракс. И оттуда уже партия выдвигает список кандидатов, которые живут в этом районе. Жители смотрят, проголосовали за кого-то, и задача этих людей – привести район в порядок и отстаивать его интересы в Думе. В Эстонии такая система. Да, в жарких дискуссиях требовать туда повышения бюджета, выделения средств на это. И депутаты, у которых это будет получаться, они будут любимы народом, и люди будут за них голосовать. Главное, что есть эти люди, но они не проходят в Думу, и… Да, потому что сделана же… Списочная система. Списочная система. Ну да, у партии формально вроде бы есть кандидат в мэр. Но это не гарантия, что потом сама же партия будет на этом кандидате настаивать уже в кулуарных приговорах. Это раз. Во-вторых, в конце концов, люди вроде бы голосуют за партию, а потом раз-раз-раз перегруппировались и, допустим, избрали мэра того, кто и кандидатом-то не был мэра. Конечно. Конечно. Ну, давайте не будем стесняться. За согласие проголосовало более 115 тысяч человек на последних выборах в самоуправлении. Да. А в итоге они выдвигают, когда Нил уезжает в Брюссель, они сами выдвигают кандидата в мэра другой партии. Ну, как бы мы шли вместе с списком, но Нил Ушаков конкретно был тот локомотив, который собрал все эти голоса, люди доверяли конкретно ему, соответственно, раз доверяли ему, он представлял партию, партию согласия. Но мэр уехал и передал власть другой партии. Ну, по-моему, это неправильно, также режимы должны посмотреть и сказать, а как так получилось, мы же голосовали за другой. Ну, ладно, если Нил решил уехать, то, ну, наверное, от этой партии кто-то должен быть кандидат в мэра. Ведь она была в локомотиве, собирала все эти голоса. Ну, нет, вот, то есть, поэтому ситуация с всенародными выборами мэра, она… Поэтому наша партия «Партия альтернатива» последовательно идет к этой системе, а к мажоритарной. Да, да, это, ну, конечно, это будет будущее. Это будет будущее. Звонки есть радиосуществом, давайте будем принимать, одевайте наушники. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, ну, давайте, короткое мега для начала. Вот идет суд, судья спрашивает, почему вы хотите разводиться со своим мужем-депутатом? И подсудимый отвечает, потому что я первую половину ночи выслушаю длинную лекцию о том, как мне будет хорошо в постели, потом он устает и ложится спать. Но это я, как бы, значит, если на вас не разнеселил. Посмотрите, хвалить себя понятно в предвыборном раже, ругать оппонентов понятно в предвыборном раже. Но то, что вы сегодня сказали, вот меня просто бесит. Вы езжаете за Ригу, дороги хорошие. Ну что за бред? То есть вы вот этим, которые ничего не делают, гребут деньги лопатой миллиарды, вы забрасываете так случайную фразу, ее мало кто услышит. Что за Ригой у нас дороги хорошие. После Камбоджи и Монголии. Спасибо большое. Нет, ну, на самом деле, справедливости ради, заметим, что дороги бывают всякие, но есть те дороги, которые на европейские деньги все-таки, так сказать, потрачены. Мы сейчас, наверное, не будем этой темой день разговора, сколько там кто к чего взял и не взял. Направление Юрмала, направление Саукрасте, направление в Валмиру, если ехать, все эти дороги, Сигулда. Сигулда, я хотел сказать. Дороги, ну, конечно, еще год назад Сигулдская дорога была ужасной, но сейчас едешь, там уже все переложили, все сделали. В местах даже знак 100 км в час. Да, да, я не имел в виду, что прямо все дороги идеальные, но в большинстве случаев и в большинстве направлений они уже выглядят гораздо приятнее, чем дороги в Риге. Да, мы сейчас не сравниваем с германскими автобанками. Это другой вопрос. Которые тоже, на самом деле, не везде в идеальном состоянии. Да. Все-таки. Еще, может быть, такая тема, которую, я думаю, что и рижане вас часто спрашивают. Есть ли у вас опасения, что в следующей думе, ну, видимо, временная администрация не рискнет это сделать, но в следующей думе, если будет соответствующая, может быть, там, коалиция, политическое решение, что начнется, не знаю, приватизация или продажа каких-то муниципальных предприятий. Ну, такие намеки, как мы знаем, слышались, там РНП чаще всего называлось, даже аудиторы уже начали давать такие рекомендации, хотя вроде бы совсем не их компетенция, да, но вот есть такая опасность? Конечно, есть. Давайте посмотрим, у нас там, у нас приватизировали в стране все, что можно было приватизировать. Что нельзя было тоже, да. Конечно, и люди, которые все это позволили, сейчас под другим соусом, также придут в Ригу, и ничего их смущать абсолютно в этом вопросе не будет. Про аудиторов, конечно, это вроде бы не их компетенция, но как у нас все это делается? Аудиторов попросили сделать правильное заключение, аудиторы сделали какое надо. Тут никаких… Ну, риск такой есть, да? Конечно, есть, я же говорю, есть литовские компании, там, Сивинити, например, они скупили все маленькие частные, все домоуправления практически, почти ничего не осталось. Ну, и последнее, что им осталось за грабом, осталось, это Рига, Снамопар, Валнекс. А во многих городах в Атвии они уже, да? В Юрмале, да. Но с РНП нужно еще что-то делать, там просто катастрофа. В РНП, да, это на самом деле… Что плохо с РНП, что оно очень связано по руками, ногам, законодательством и политикой. Так. То есть, ну, например, когда житель на Фейсбуке пишет жалобу в Рижскую думу, что что-то плохо. Ну, это такой маленький один пример. С Думы сразу звонят в РНП и говорят, срочно сделать вот это, то, что появилось на Фейсбуке, чтобы люди заценили, как быстро работает Рижская дума. Но там же есть статус сотрудников, у которых запланирован график, что сегодня они должны поехать к тому человеку, сегодня к тому и так далее. Соответственно, как только ради политической рекламы эту бригаду выдирают и отправляют к другому, сыпется график всех других людей, появляется еще 10 недовольных. Потому что он тоже пишет на Фейсбуке, да, допустим. А как же мы? Да, да, потом многие не пишут, то есть в первый момент… Только один из моментов, другой момент, что это предприятие, которое жестко регулируется нормативными актами. То есть на каждую ручку, на каждую вещь нужна закупка, на каждую работу надо составить столько документов, что на составление документов требуется времени больше, чем на ремонт крыши. И на саму эту работу, соответственно, именно внутренний штат раздут настолько юристы, финансисты, все это настолько огромное… Все заняты работой. И сколько туда людей не добавь, всем хватит работы на самом деле, потому что я не по счету, приходит госконтроль, у вас там та бумажка должна быть, та бумажка должна быть, та, та, та. Да, и люди… То есть регулирована эта система, да? Да, и люди же отвечают, допустим, члены правления, отвечают за это все своим имуществом. И когда у них стоят на весах, надо принять решение, что сейчас срочно надо отремонтировать это здание с нарушениями закона, либо не отремонтировать его, но не нарушить. Но люди выберут не нарушить, потому что сейчас предоставящие власти скажут, ага, ты тут нарушил. Уголовный процесс, да? Да, и вот это такой большой неповоротливый монстр, который работает по большому счету сам на себя. Все огромное количество денег рижан просто уходят на содержание, да, там сотрудники РНП не могут пойти в депо, либо в какой-то другой магазин, и вот тут в доме надо купить такой шуруп, тут надо такой шуруп, тут такой. Надо закупки делать. Надо на все делать закупки, на каждый шурупчик по отдельности. Там этого шурупчика не оказалось, это уже проблема, потому что ты его не купишь, а он такой в доме нужен. И тут… Именно по этой причине наша общественная организация, которая взялась за приведение нашего жилищного хозяйства на Паула Лэйни, это… В Золи. В Золи Туда. Из-за этих бюрократических всех этих проволочек мы просто не успели податься и пропустили софинансирование, практически 50% могли получить софинансирование, и еще одна была причина, то, что в положении по софинансированию был такой пункт, то, что если у одной хотя бы квартиры будет долг выше 50 евро по налогам, то, соответственно, весь дом страдает от этого. Ну, если этот пункт можно было бы убрать, то могли бы тоже реализовать. По участкам Рига с нами опорвалась, там старшие по дому еще кто-то, но они иногда не выполняют свою работу не потому, что они ее не хотят, потому что на самом деле они сидят, зарывшись в таких кипах документов, за которых их просто не видно. Ему надо там метр трубы, там изгиб туда, это столько, переходничок, столько, это туда. Да, это надо согласовать, это еще, пока это, ну, через четыре инстанции согласовать, там пять печати, этот документ где-то кто-то забыл, на столе не подписал, весь процесс застрял, то есть, ну, это… То есть, это ужасная бюрократия. Да, ужасная бюрократия, ну, если по примеру… А что с этим делать? Может быть, пытаться, вот была такая идея у некоторых, что пытаться вернуть, ну, условно говоря, власть на места, то есть, отделение РНП на месте, дать им какой-то бюджет, ну, вроде бы имеется в виду, что если сделать эти ячейки… Это будет возможно только если Рижская дума начнет выделять дотации на Ригас-Намо-Парвел-Нексу, потому что огромное количество задолженностей за отопление, за коммунальные услуги, за все, и, соответственно, этого монстра создали просто как выход из сложившейся ситуации, когда маленькие домоуправления уже не справляли с этим финансовым потоком, нечем было им платить Ригас-Силтумс, они решили, мы сейчас все вместе объединим, у нас будет большой оборот, мы пойдем в банки, там, возьмем овердрафт, то есть, это было такое не спасение предприятия, а оттягивание его как бы смерти, по большому счету, но с другой стороны мы видим, что Ригас-Сатекс может получить 200 миллионов дотацию, и потом там какие-то эталоны и непонятные другие компании будут эти деньги оттуда просто выкачивать миллионами, там 20 миллионов выкачали, там 20 миллионов выкачали, но так же самое надо сделать и вложить деньги, ну, можно вложить в имущество рижан, восстановить программу по софинансированию домов, то есть, это очень востребованная программа была, когда… – Очень эффектно, потому что у нас все-таки большинство домов в советской постройке или довоенной, новых домов в процентуальном соотношении не появляется, все больше и больше, но в процентном соотношении это там 13-14%, в основном все это советское жилье до военно, оно нуждается в постоянной вот такой реновации. – Да, да, и цены на ремонт бешеные сейчас, вот попробуйте дома сделайте ремонт, посмотрите сколько просто квартиру стоит там подремонтировать, космически просто аккуратно ремонт сделать, а если говорить о доме, о несущих конструкциях, утеплении, о замене стояков, соответственно, если люди хотят еще платить потом дешевле, надо и систему отопления заменять, не просто трубы поменять, а вообще ее полностью… – Это большие вложения. – Это огромные вложения, и сами жители, ну, тут просто понятно, что не могут с этим справиться. – Ну, конечно. – Это общий социальный микроклимат в городе, они с ним связаны. – Это абсолютно активно, и здесь явно, что все-таки и самопоненты должны больше принимать участие во всем этом, потому что, когда там проводится опрос по утеплению домов, ну, это стандартная история, такая вроде бы анекдотическая, но такая жизнь, да, вот там приходят к бабушке, которой там 84 года, ну, и говорят, вы знаете, если вы сейчас вложитесь в утепление домов, то в 2032 году у нас будет экономия, говорят бабушке, которая 84 года. – Она говорит, спасибо, внучек, но я, наверное, все-таки вкладываться не буду, как-то я подожду, да, ну, так условно говоря, да, и здесь, наверное, нужно думать о создании какого-то, может быть, выправы, какого-то муниципального фонда, потому что, да, все жильцы сейчас большинство собственниками, но не может самоуправление устраниться и сказать, ну, вы собственники, пускай ваш дом там рушится, это ваша задача, да, и ваша проблема. – В том-то и дело, извини, Валера, перебью, рижанам все равно частная эта земля, не частная земля, они просто требуют, чтобы эта проблема была решена. – Да, эта проблема была решена. – И на самом деле почему-то это проблема тех чиновников, которые заржавели. Жители к ним приходят, задают вопрос, они говорят, вы знаете, это вот у нас такие нормативные акты, и в связи с этими нормативными актами мы ничем помочь не можем. Все нормативные акты меняются и переписываются, это вообще никакая не проблема, просто надо поднять задницу и пойти работать. Для этого есть также депутаты, которые должны этих чиновников вшевелить, чтобы они, ну… – Вот для чего им нужны депутаты? – Да, у нас сколько было примеров на комитетах, там подготовят, это же вопрос также и качества депутатов, когда депутатов огромное количество, и их просто говорят, что вы здесь голосуете и жмете на кнопку, у них атрофируется мозг через какой-то момент, я это наблюдал вживую. – Они даже документы больше не считают. – А они вообще ничего не считают, ты сидишь на комитете, задаешь вопросы, они смотрят на тебя и серия, а что ты, ну, тут уже нам домой пора, как бы, тут вроде бы чиновники все за нас подготовили, а чиновники такую чернуху там написали, ну, что волосы дыбом становятся, там… – Ты, говорит, нас задерживаешь, цигель-цигель, домой. – Да, так и происходит, то есть, ну, долгое сидение во власти, плюс без живой конкуренции внутри партии, она приводит к гибели этой партии со временем. – Ну, посмотрим, кто сейчас идёт во власть, пытается зайти во власть. – Все старые, ну, как бы, да, те, кто уже там… – Партия чиновников, которая идёт туда для того, чтобы себя жить и прикрывать. – Ну, на самом деле, те люди, которые видели, что происходит и были не согласны с этой системой, и в какой-то момент уже, ну, мы, как было в той песне, нам стали «малые ваши одежды», «шитые вами для нас одежды». Мы уже сами понимаем, как руководить, что делать, и я не хочу слушать какие-то указы человека, который на комитете сидит, ему даже неинтересно, что там происходит. Он просто пришёл отсидеться, получить свою зарплату. И когда ты приходишь, у нас всё это в Думе начали события, и я в глазах бывших коллег вижу, что они смотрят на меня со злостью из-за того, что они понимают, что в муниципалитете параллельно всегда есть какие-то рабочие места, куда депутаты устраиваются, параллельно работают ещё. – Да. – Ну, и, соответственно, они видят угрозу, что они эти места сейчас потеряют. Но потеряют из-за чего? Потому что тут молодые решили, ну, устроить бунт и показать, что всё плохо работает, давайте менять что-то. А менять ничего не хочется, всех устраивает, всё тепло, сыто, да, 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 именно в этом. – Да, вы абсолютно правы, потому что, в принципе, ну, действительно, может, простить за банализ, но люди делегируют депутатов, ну, надеясь, что они будут представлять их интересы, они будут за них бороться, да, а не просто для того, чтобы они посидели и просто проголосовали за те нормативные акты, которые чиновники там написали, да. – А здесь же есть ещё другая проблема, что у нас зачастую люди любят голосовать за одного человека, а работа в Думе, работа в самоуправлении – это работа команды. То есть, ну, нельзя ставить ставку на одного человека, один вообще в поле не воин, нужна сильная команда, она нужна внутри, с конкуренцией, чтобы был не один лидер, их было несколько, один выступает, все вместе растут, как-то даже между собой по-доброму соревнуются, а не так, что там топят друг друга или… – Ну да, у нас, на самом деле, в этом плане идеальная команда сложилась, у нас огромное количество уже молодых людей, у нас четыре человека, у которых есть опыт в Рижской Думе, люди приходят со стороны бизнесмена, которые столкнулись также с проблемами вообще, что происходит в городе и хотят что-то изменить. Абсолютно новый формат, плюс мы не зависим ни от кого, у нас нет за спиной каких-то там крупных строительных компаний, которые нам спонсируют, их родственник, мы получили такая ошибка системы, то есть устроили бунт в Рижской Думе, потому что видели, что там происходит все не так, как должно происходить, и идем туда эту ситуацию изменить, и мы независимы в принятии своих решений, поэтому… – И будем подкровенны, мы русская партия, которая поддерживает именно сильных русских, таких русских, как Валерий Петров, который восстанавливает памятники, таких сильных русских, как Алексей Росликов, который поддерживает полицейских, таких сильных русских, как Вадим Баранник, который поддерживает наших ветеран Второй мировой войны. И посмотрим на старообрядцев, люди, которые веками перенесли вот эту культуру, вот эту силу русского духа. Да, но как бы в нашей команде очень много также все-таки... И латышских фамилий. Латышских фамилий, да, но мы не стесняемся того, что русский язык надо защищать, что память о Второй мировой войне не надо искажать. О победе. Да. Виталий Дубов, Валерий Петров, партия «Альтернатива». Мы тут, признаемся, увлеклись, может быть, дискуссией. И я вижу, что много звонков. Ну, наверное, как раз в следующий раз, наверное, больше посвятим звонкам. Да, очень интересно, на самом деле, было бы послушать. Да, отвечать на вопросы Рижана. Я думаю, что как раз и у Рижана будет возможность подготовиться, может быть, какие-то конкретные вопросы задавать кандидатам в депутаты, если так можно сказать, на заметку. Спасибо большое.